Братья и сестры, здравствуйте. У крестоносцев был такой клич боевой – «Deus vult», то есть «Бог хочет». С этим криком они осаждали Иерусалим, о чём можно почитать и в хрониках, и у Тарквата Тасса, и где-нибудь ещё. «Deus vult» – «Бог хочет». На экраны в 2015 году вышел фильм, который по-итальянски называется «Sideo volia», «Если Бог хочет». Ну, очень похоже на это. «Если Бог хочет». В русском переводе название, вообще с переводами – это потешная вещь, всегда переводят, как хотят и, в общем, как в голову придёт. Назвали этот фильм «В семье не без священника». То есть очень хорошо слышна для русского уха, так сказать, это скрытая ссылка, прозрачная, ссылка на известную идиому. Русскую, так сказать, что, мол, в семье не без известных людей, да? «В семье не без священника», так назвали в русском переводе этот фильм. Любопытное кино, должен вам сказать. Завязка сама фабулы такая, значит, будет мной пересказана. Чем это всё закончится, я, конечно, вам не расскажу. Не скажу, что убийцей был водитель. Значит, респектабельная семья, в центре Рима живущая. Папа – хирург, причём такой серьёзный. Хирург, кажется, кардиохирург. Получает достойное вознаграждение за свою сложную и трудоёмкую деятельность. Мама – домохозяйка, которая проживает свои годы между солярием и шоппингом. Ищет, куда себе деть, куда податься, чем заполнить своё сытое и праздное существование. В большом доме они живут где-то в центре Рима, так что с балкона этого их элитного жилища видно купол Святого Петра. То есть только вот Рим. То есть воздух лавром и лимоном пахнет, что называется. У них есть дочь и есть сын, дочь на выдании, у неё есть жених. Или даже замужем дочь. А есть молодой юноша, сынок, который вдруг сообщает своим родителям, что он другой. Что у него есть какие-то такие мечты, которые могут родителям не понравиться. Что у него есть какое-то своё видение жизни. Они переполошились и дружно решили, что он гей. Ну а что значит другой? И начали ходить по комнате взад-вперёд, думать, что же мы ему скажем, когда он нам признается. Ну и в общем-то собрали в кулак всю свою толерантность и решили, не будем ругать своего сына. Мы его любим, примем его таким, каким он есть. Скажите, ладно, пусть будет кто хочет, лишь бы человек был хороший. И вот наступает момент X. Молодой человек в собрании семьи говорит, я вот всё вам сейчас скажу о своих предпочтениях и так далее. Мы знаем, мы готовы, говори и так далее. Он говорит, я хочу быть священником, я буду поступать в семинарию, моя жизнь была бессмысленная, я не знал, куда её деть. Он говорит, да, у меня есть человек, я нашёл человека. Его зовут Иисус Христос. И я теперь понял, зачем надо жить и прочее, прочее. Я хочу принести свою молодую жизнь на алтарь к Иисусу и ради Него хочу жить. И хочу поступить в семинарию. Тут, на удивление, звучат крики, там, лучше ты был гей. То есть у них толерантность здесь уже заканчивается. Они не могут с этим смириться. Как это? В наше время самая ретроградная профессия, самый ненужный вид профессиональной деятельности. Что это такое вообще? Какой священник? В наше время, 21 век, ты с ума сошёл? В общем, толерантность заканчивается, как ни странно. Но молодой человек продолжает. Его очаровал некий священник такой католический, который собирает молодёжь для разных бесед духовного направленности. И он такой не похожий на других, очень такой раскованно, весёлый, такой современный, в то же время верующий. Со своей тяжёлой судьбой. Вот он собирает, кучкует вокруг себя эту дезориентированную современную римскую молодёжь. Папа начинает им интересоваться. Дальше посмотрите сами. Ну и вот любопытно, вообще, респект итальянцам, что они снимают такие фильмы в современном мире с большой симпатией к церкви, к Иисусу Христу и вообще с той правдивой подачей материала, при которой взрыв бомбы, желание быть священником в современном мире. То есть гейство вот это вот пресловутое не так воспринимается в штыки, не с таким ужасом папой и мамой, как желание быть священником. Ну, надо оговориться, что католическое священство, оно принудительно целебатно. Значит, и мало чем от монашества отличается. То есть нужно учиться, принимать сан и оставаться без жены. То есть ты подвергаешь себя, значит, большему подвигу, лишаясь возможности родить детей, порадовать внучатами своих родителей и прочее-прочее. У них это более жёстко, поэтому это полная перемена жизни. И вот современный итальянец, где церкви на каждом шагу, если вы были в Риме или представляете себе архитектуру этого вечного города, там церкви на каждом шагу, там мощи рядом, там папа с балкона выступает очень часто, урби от орби. Там католицизм — это воздух Италии, по сути, как бы там. Это всё очень близко, очень рядышком, как бы. Но и там антиклирикализм, такая бездуховность, такая антицерковность, они такими спорами проросли в душах простых людей, что, повторяю, как бомба взорвавшаяся для человека желание пойти в семинарию и посвятить свою жизнь этому человеку Иисусу Христу, как о нём пишет Павел. «Един ходатай Бога и человеков, человек Иисус Христос» по Писанию. Рекомендую этот фильм, он такой, он весёлый, то есть он такой, современный такой, игривый такой, где-то комедийный. Сатиричный, без сомнения, но и правдивый. Заканчивается он парадоксально. А сама завязка как бы была мною, как мог, так передал. Может быть, вас это заинтересует. Но и имейте в виду, что если вдруг сын ваш скажет, хочу быть монахом, или дочка ваша скажет, хочу быть монахиней, или выйду замуж за священника, или сын опять же говорит, закончу семинарию, пойду в академию, буду осваивать духовные науки, буду иконы писать, буду заниматься пением церковным, или в священство пойду. Вообще вы самые счастливые люди на свете. Блаженно, чрево, носившее в себе будущего священника, который будет Бога умолять о всей вселенной. А мама, родившая будущего монаха, это вообще святой человек. На прощание вспомню Габриэль Грассия Маркеса, знаете, этот нобелевский лауреат, творец такого жанра, как магического реализма, удивительный писатель по силе воздействия на сознание читателя. Его мамочку однажды, старушку, спросили, «Что важное самое в вашей жизни?» «Самое важное в моей жизни – это то, что одна из моих дочерей – монахиня». Она ни словом не обмолвилась, что один из моих сыновей – нобелевский лауреат. Она даже про это и говорить не хотела. «Одна из моих дочерей – монахиня». Это самое важное, самое интересное во всей моей жизни, сказала блаженная старушка. Так что вот, если Бог хочет, «В семье, не без священника» – итальянский фильм 2015 года. Рекомендую. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok